День приезда На сцене драматического театра имени Ахлопкова Вновь кипят чеховские страсти Идет репетиция спектакля по повести дуэль Представить иркутскому зрителю Историю перерождения и поиска своего места в жизни Готовятся столичные гости Актеры знаменитого МХАТа Ну как вы себя сегодня чувствуете? Чувствую себя вполне Роль врача Самойленко В спектакле исполняет народный артист России Дмитрий Назаров Актер признается Своего персонажа он полюбил с первого взгляда За нерешительность Добрый человек Который правда Не полностью вникает во все Жизненные перипетии Любит немножко быть в стороне Но жизнь его вовлекает Так часто бывает в жизни И надо принимать решение Он не может никак этот выбор сделать Сложная история, как все у Чехова У Чехова нет однозначных ответов Читать его уже с тем зарядом Что все-таки Чехов жил в то время Не в наше испорченное Простите, я скажу, потому что я играю в Дьякона Я могу это сказать Сегодня праздник Успения Богородицы С чем я вас всех поздравляю Начало гастроли у нас Начало же сегодня Успение начало прекрасное И посему надо читать Чехова Именно с тем посылом Что человек жил в то время А тогда было совершенно все по-другому Люди-то в Бога верили Если Чехов не верил в Бога, а он верил Тогда все это мрачно, скучно, ужасно страшно Мхатовцы прибыли в Иркутск в 5 утра Двухчасовой отдых и к репетициям Ведь уже вечером им предстоит играть Кроме чеховской дуэли Москвичи представят иркутской публике Тургеневское дворянское гнездо Спектакль «Гусь перелетный» по мотивам прозы Виктора Астафьева И прошлым летом в Чулимске Нашего знаменитого земляка Александра Вампилова У нас слишком большая страна для того, чтобы охватить все И, конечно, уже вот гастроли в Сибирь, скажем так, на Дальний Восток Они достаточно редки относительно Поэтому мы с радостью, в общем, отозвались на эту идею Визит столичных артистов в наш город стал возможным Благодаря поддержке Министерства культуры Еще в прошлом году был издан указ об активизации гастрольной и выставочной деятельности Ведущих музеев и театров страны В рамках этого поручения президента По соглашению между губернатором Иркутской области Сергеем Владимировичем Рощенко И правительством Российской Федерации, Министерством культуры России Вот первая ласточка Такое событие действительно впервые проходит у нас в Иркутске После окончания гастролей в столице Приангарья часть актерского состава отправится в Кемерово Часть во Владимир, а кто-то вернется в Москву Открывать в столице новый театральный сезон Мария Князева, Александр Дудин, Евгений Шарыпов Новости сейчас Иркутские спортсмены, завоевавшие пять медалей на чемпионате России по стрельбе из лука Готовятся к турниру в Бангкоке Под руководством старшего тренера Ольги Осиповой спортсмены провели свою первую тренировку Новый чемпион России по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Михаил Иванов сейчас целит, так сказать, в сборную России Попасть в сборную, это будет самое лучшее достижение На чемпионате России стреляли четыре дистанции, 90, 70, 50 и 30 метров Там я стал второй по старту И в последний день проводились еще одни соревнования, это 50 плюс 50 метров Там я стал первым, вот две медали Михаил стреляет из современного блочного лука Дальность полета стрелы из такого снаряда достигает 500 метров Он оснащается прицельными приспособлениями оптическими И с помощью его точность стрельбы повышается просто несказанно Тетиву мы не можем брать голыми руками и стрелять как с классического лука Потому что тетива натягивается с очень-очень большой мощностью И, соответственно, мы пользуемся такими приспособлениями, как релиз То есть мы через крючок металлический вот таким образом растягиваем Товарищ Михаила по сборной Александр Казаков, лучник класса В-2 Это спортсмены на колясках В своем классе в стрельбе из классического лука завоевал серебряную и бронзовые медали Отмечает хорошую организацию соревнований Условия отличные Там стадион великолепный Такие условия, что на стадион сделаны хорошие пандусы То есть ты можешь просто приезжать спокойно сам заехал, пострелял Все, никто тебя не таскает Все было отлично Вообще в командном зачете на этих соревнованиях команда иркутских лучников заняла почетное третье место В результатах, которые показали мы на этом чемпионате Ну, собственно говоря, мы, может быть, там 2-3 очка уступали, может быть, лидерам где-то, да? А где-то в чем-то мы их превосходили В общем-то, я считаю, что результат показали очень хороший Сейчас спортсмены готовятся к новым стартам Чемпионату мира по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Соревнования пройдут с 1 по 7 ноября в Бангкоке Дарья Витошкина, Александр Дудин Новости сейчас